всем привет с вами Ольга Чернова моя огородная азбука вот сегодня 19 июня сегодня во время перекура вот здесь обеденного своего перерыва снимала видео когда про фитофтору я говорила что занимаюсь как раз удалением листьев вот удалением лишних пасынков видите наросло сколько всего молодняк и эти вот вопросы очень волнуют наших начинающих огородников иногда вот знаете мне иногда действительно кажется ну зачем еще раз повторять одно и то же я все то же самое говорила в теплице я просто ну как с высоты своих таких лет я не понимаю что некоторые люди бывает что они действительно не знают что в огород ну как в чистом поле в открытом грунте мы делаем все так же как в теплице почти все так же тут не надо даже дополнительно что-то спрашивать как удалять пасынки какие листья но я все равно как пошла на встречу там одной зрительницы и еще раз сейчас расскажу про удаление листьев хотя я повторю ну почти слово в слово то же самое что говорила в теплице скажу это же про открытый грунт но сделаю специально название что это для открытого грунта чтобы люди ну как чтобы люди были уверены что они нашли именно ту информацию потому что когда написано в теплице как удаляю в теплице ну не некоторые не знают что это одно и то же вот смотрите сначала два слова скажу для чего мы удаляем листья вот казалось бы листья же хорошие вот такие свеженькие такие и я сама только что недавно говорила что одной из ошибки ошибки одной из ошибок при выращивании томатов является необдуманное чрезмерное удаление здоровых листьев но иногда бывает что и здоровые листья приходится убирать и это необходимость опять же про которую я говорила в недавнем видео афитофторе листья которые касаются земли например я удаляю обязательно и удаляю все старые поврежденные скрюченные пожелтевшие заскорозлые такие грубые некрасивые листья потому что они мало толку приносят растению если он вот такой внизу лист его верхние вот эти здоровые зеленые молодые уже закрывают то ему не солнце не достается никакого там фотосинтеза нет никаких питательных веществ он не переваривает для плодов для нашего растения мы его можем без проблем убрать а вообще если начнем сначала два слова скажу про то что все как всегда мы разделяемся на две части потому что вот эта огромная армия огородников она никогда не приходит к единому мнению и это очень хорошо у каждого свое мнение кто-то думает что надо много листьев удалять кто-то думает что вообще не нужно листья удалять кто-то не удаляет листья даже при высадке когда закапывают вместе с листьями хотя я всегда удаляю и вот мы разделяемся на две части вы наверно видели у кого-то даже в открытом грунте можно увидеть томаты почти лысые хотя я больше чем уверена что вот такие здоровые зеленые нормальные листья они принесут больше пользы растения чем вреда но всем ясно что здесь у нас фотосинтез тут у нас перевариваются все питательные вещества которые корень нам дает а мы тут все работаем в листьях и потом плоды из этого наливаются поэтому к удалению листьев нужно подходить обдуманно и я советую всем начинающим удалять только то необходимое количество листьев которые действительно нужно удалить которое мешает растению и которое растению не нужно начинаем вот при высадке когда я высаживала я уже сразу удалила два листика на этом растении потому что я растение всегда заглубляю заглубляю для чего для того чтобы образовались дополнительные корни на стебле и чтобы растение было толстым и здоровым вот видите какое оно здоровое оно толстое оно зеленое все оно пышет здоровьем дальше вот я высадила примерно ну не знаю месяц назад я один раз уже подвязала но мне еще некогда было убирать листья потому что я все это время высаживала высаживала и высаживала вот теперь я до них добралась я прошла иду по ряду вот видите лист вот этот вот который он лист не лист он неизвестно что это еще вот последствия града видите грады тут были за может быть морозы он подмороженный он не качественный с него толка нет мы его тоже убираем убираем или можно обрезать ножницами или ножницами как хотите услышать мне замечание сделали неправильно слово сказала для меня это не имеет большого значения думаю кто кому нужны советы мои тут не обращает внимание как я говорю ножницы или ножницы ножницами и убирая вот этот лист который тоже смотрите он старый он еще был при высадке тут вот у него и у нас эти растения много пережили уже говорила нас нынче два раза белград был мороз и вот те которые старые которые пережили все эти природные катаклизмы они мне уже не нужны тоже убираем так это второй я считаю чтобы вам показать и вот тут где-то был третий тоже нехороший ну вот этот вот он вроде бы и не то что он уже и градом не побит ничего он такой длиннющий видите он в земле он почти лежит на земле это лишний мостик для фитофторы по которому она может когда будет влажно здесь как угнездиться и потом пойти дальше все я убрала три листа на первый раз вот когда я первый раз иду вдоль ряда это достаточно главное чтобы вот здесь уберу пол листа смотрите вот этот лист хороший зеленый он уже вероятно здесь образовался но вот этот его хвост прям лежит на земле на земле лежать я не разрешаю я вот эти все которые сейчас касаются земли все буду убирать тут я убираю фрагментарно то есть вот этот фрагмент я убрала все вот смотрите в открытом грунте после высадки через две недели можно через три недели когда у вас будет время пройдите и посмотрите если листья так раз два три три листа целых и один фрагмент если листья вот такие как у меня у вас есть старые подмороженные побитые пожелтевшие которые находятся в тени верхних листьев от которых толка нет их обязательно нужно убрать что мы этим добились мы добились то что вот это наше растение красивое прекрасное зеленое пышущее оно не будет отдавать свои питательные средства на содержание вот этих старых листьев они не нужны никому от них пользы нет сейчас мы еще вот этих двух нахлебничков уберем эти пасынки молодые такие хорошенькие зелененькие видите они тоже же высасывают питательное вещество убрала я короче три пасынка три листа пол листа фрагмент и за счет этого вот смотрите сколько их набралось это с одного куста за счет этого возможно побыстрее расцветет вот этот вот бутончик или побыстрее завяжется вот эта цветущая кисть начнет наливаться плод ведь все эти вот еще ведь все эти казалось бы безобидненькие такие смотрите сколько они на себя взяли вот из этого из всего полностью может сформироваться одна помидорка вот вам пожалуйста удаление лишних листьев в открытом грунте все которые на земле все которые старые ненужные все не собрали теперь у нас будет проветривание и даже если установится дождливая пасмурная погода хотя бы будет меньше шансов у фитофторы вот здесь вот где-то где-то затаиться и заползти на наш томат все сейчас я вот здесь еще сделаю одну подвязку вторую вот так подтяну его и вот такая красота вот они уже помидорки возможно если бы я вовремя удалила вот эти листики и пасынки то было бы две вот таких помидорки а не одна и вот когда у меня зрительница спросила можно ли удалять листья когда вот я то высадила давно она высадила только что когда я высадила недавно от растения только что прижились и нет еще ни цветов не завязи ничего можно ли удалять листья листья можно удалять сразу после высадки если вы видите что они вам мешают вот смотрите это один вариант а с правой стороны у меня совсем другой вариант вот тут нет никакого пышущего здоровьем нет никакого огромного листа и вот тут нет нижних листьев тут я вообще ничего не буду удалять и от пасыночек вот этот раз прищипнула крошечный тут останется так как есть вы должны смотреть по ситуации если есть у вас вот такая излишняя загущенность смотрите то что я удалила три листа этому растению как слону дробина у него еще очень много вот таких несистых зеленых листьев которые способны дать нашим плодам и цветам все что нужно смотрите еще раз повторяю удаление листьев лишних должно быть обдуманно и обязательно обоснованно я убрала только те которые растению не нужны все до свидания с вами была ольга чернова говорить об этом можно вечно я могу вечно ползти вдоль ряда общипывать и показывать вам но я думаю одного примера достаточно все сейчас вот самое то время когда надо удалять нижние листья удалять пасынки всех всех нахлебников убирать чтобы поскорее формировались наши плоды завязывались и в скором будущем может быть и спели желаю всем хороших урожаев научиться чтобы с завязанными глазами вы знали что можно отшипнуть что нельзя что нельзя я иногда беру ножницы просто вот так иду и чик и чик чик уже так как на автомате все это с годами вы научитесь делать успехов ну